друзья всем огромный привет сегодня 9 апреля 24 года съездили только что воздвиженку и поехали куда никольская сыром и пельмени поезд челкун посмотрим никольском статисты начали они срок годности делать на него или так и не делают вроде так все такая порядочная ферма выпуска да да дату изготовления не нифига не писали хотя для этого у них специальный там место было как бы маркировать то должны ну сейчас посмотрим за ним и вообще чудом с дорогами творится мне кажется там дорогу все разрушено вообще будет между чербаковкой грубо говоря андреев кай ну и как раз проедем том то место и такое он где планируют ставить мусора перерабатывающий завод куда крупнейший сейчас люди некому некоторые люди подали в суд что типа отменить это решение там до сих пор вроде что-то решается в общем кто знает подробности пишите в комментариях пока мы выехали со стороны воздвиженки сейчас едем до трассы 55 уже сбоку у нас григорьевские сады они там яблоки ягоды выращивают надо будет ближе к летом туда смотреть масштаб раньше здесь не было сейчас просто туда не проехать скорее всего там асфальта нет так поворачиваем на чербаковку зачитывать на ничего не будем потому что уже читали что есть чербаковка и и андреев к и везде там проехали только единственно сами где мы не ездили это между никольским и щелкуном поворот на забыл как называется всем пункт саралином да да она выпадала точно мы саралин а так то интересно населенный пункт он из двух половинок стоит одна на горке одна снизу и там мост через реку а вот поворот на григорь там что-то сады далеко это может не сады наверно там и не знаю интересно в григорьев кома тоже есть уже снимали не помнится а вот этого тоже не было эти кто-то тут так быстро строится мы тоже видим как ферма по сену и так далее так заехали в чербаковку 7 привет отсюда он сейчас пивом запахнет проезжаем и в завод кто-то мне писал чо вы туда не заедете так отчет заезжает зачем мне лично это пиво не нравилось не понравилось полезными вообще никак от сесерска да сесерское зашло с их местный местного завода туда как бы с привкусом таким то есть на любителя что-то вроде ничего нового не изменилось ничего старому мельницам грузи отсюда ехали с и розовской область водный годы навигатор проездом через андреев только салкуты недавно убрали она опять смелиться стоит не грудь до сих пор да да стоит то туда где серо зданием шаряются они смотрю еще какие-то здания строятся но это въезд или нет дорога нет а может есть въезд мы рядом так не проезжали ну давай проедем смотри тут тележки какие-то стоят тут изменилось ночью и жена освещается это строится его не было точно магазином зеленым тут все было вот это вот его тоже не помню что было ты недавно построили но еще один к это коровник наверно какая-то машинка нарисована вот там чё где лошадь написано корня мельница гостевой двор а послала собака какая бешеная злая хорошая охраняет ну это сейчас наверно не заехать наоборот коровки не было тоже здесь овечки бегают где-то собака нас всех прям облаяла тут по серьезному с масленицей поздравляю вас с масленицей фермерская лавка качок я не помню кстати мазда он есть ледь был лидинский если любите немного сладковато это маска в принципе можно еще лисички если нравится грибы с лисичками он тоже достаточно но не кольский он мы его называем то есть это аналог российского сыра я подниму еще есть еще моцарелла подороже но лисички сравним то что на виде поля где мацава моцарелла . а у вас йогурты они без сахара ждопом или сахаром а сахаром кефиры есть есть сахара есть вот такой вот вся молочка наша сахара есть вот такой греческий процента давнего его можно за место сметанки то есть как обезжиренная там можно можно свое вареница добавить уже сладкий еще масло сливочное там в курсе он проводит люди есть перекрученная кусочки разные вот есть поменьше ты понюхаю знаете я сама вот не люблю а нашим не нравится вот наши перец лаврушечка да также бывают продажи просто сало если например вы сами любите солить коптить то есть пожалуйста можно приобрести но внешне конечно видишь как вы и нужно что ну ладно вот на сколько выйдет так режешь два мороженка это может машине а мы тебе расскажем потом вкусами да не мы 2 до 2 ты будешь отдельно ты будешь 1 1 сыр 800 рублей за тебе мороженка 110 1 мороженки то тебе платить тоже подтвердила как сливочное масло жирное жирное осталось потом попробовать так куда 1 мороженка навешиваешься получается наверх вот на это к холодно в общем дегустационный зал они строят и сыр приедем попробуем дома с песичками как раз магнитовским сравним который был и что-то был вкусный а это интересно и самое прикольное что тут моцарелла продают для пиццы что его фиг где найдешь сейчас ну поехали щелку на послуждают как руководителя назвать который всякие лошадки от коровки расставляет то есть занимается еще внешним видом но это он же себя не заставляет ему это хочется я так понимаю ну да вам хочется видимо ему нравится приезжать люди которые вот глазами любят как он тоже забыл пунктуальность это не пазлой да вы не забыл посмотрите там кстати этот срок изготовления не стали наклеивать наконец на кефире и на сыре и на мороженом а нет нас или нету нас и дата на треске от круга там здесь короче уже как музей пока мельница проходят экскурсии но они ищут людей кто сможет это все настроить до сказали специалистов тип и она будет работать молоть будет зерна хлеб пробуй дегустейшн я люблю шоколадная блин она маленькая это как кажется ей реально я наелся мороженкой насытная ничего сливочное масло вот холодная я пока не пойму ты пока снимай дорогу он через снимать тоже ездили не зашла папе мороженка короче я обычно говорю куплю я второй раз или не не куплю не купишь ну нет судя цена на студии сена я но мы же как бы попробовали попробовали так-то выпал подвести по убрали не брали на это в этих всяких вижу набирать постового крыму тогда ну видимо у них слишком маленькое производство мороженого растает такая цена аут сала 700 рублей килограмм это это нормально но но на самом деле вот не кореновка нравится потом мне нравится этот как его конфетку любите такую с орешками то не не белочка рыжий синие там оберка у нее из 4 он бук называется чусь и забыл о чуме с памятью с мак и но я конфеты не мне просто степ вот часто нет даже есть мороженое степ красно-белый продюсона дешевая 30 рублей по всем-то ли 40 но вкусно капец кореновка подороже но вкусно но не принципе это вкусно и но до 110 рублей еще ехать сюда но мне на сливочное масло до сих пор вот это может и так и должно быть это все равно что вот мы с ролиной покупали колбасу одну мы без глютамата купили докторскую детскую там вообще химии практически нету а вторую мы купили с глютаматом и выгадайте какая вкуснее было с глютаматом она прям ты и ешь ее хочется есть она прям вкусно и вкусно конечно без глютамата она просто безвкусная я даже попробовал колбаску это посолить чуть-чуть соль же тоже усилите вкусом но нет вот тут как снег растает лед тут лебедей будет куча вот в этом доме они почему-то суда прилетают потусоваться тут же кстати смотри вот это тоже типа дамбы какой-то да сделан и дома он в низине он и новый епатова 12 у нас еще не пошло когда это обширно ну да да у нас как-то снег испаряется сам к тебе не затапливаю ничего как-то погода от сама регулировать сказать плане снега папа говорит выбрал был шоколадную кузу химическую но он просто и выбрал бою потому что он к шоколадной любит мороженки вот и все маме тоже тогда йогурт не понравился мне понравился я не понравился что жирный он слишком так смотри кефир ну дома попробуем он же чё на 100 35 37 процент то есть в основном то сейчас магазинах 2 и 5 сейчас редко 32 стал а это 35 то есть больше даже но это на самом деле жирность это хорошо девушка продавец молодец вообще то есть она это и все рассказывал видел что камерой ниль там не замолчала до сразу там не скрывалась все рассказывала показывал верну и поэтому больше продать она бы не стала про мороженки говорить мы бы не купили она бы не стала бросала говорить да мы бы и не узнали ну что в холодильнике сбоку там где-то все это дело а тут продала как этот и лифта сюда пора давать должны кстати сейчас посмотрим здесь на въезде в щелкун крепость строят достроили это интересно слева щелком всем привет отсюда мы уже не будем проезжать особо сильно снимать поедемся сразу временной еще столовую советовали ну давайте не в раз сначала переменную то что брат посоветовал все-таки брат там ближе родной человек а потом уже столовку которую люди тоже посоветовали с детям обязательно с ними вот крепость здесь слева кто-то старается строится а нет еще не достроена я на снизу там где-то непонятно тут ночью магазин ну а посмотрим потом погода конечно отстойка тя здесь сухой асфальт видимо здесь дождя то не было у нас понимаю пол ночи лилу мы выезжали это все сыро грязно но хотя машина уже испачканная дворники кстати ребята поменял блин как все это будто редко делаешь быстро забывается я эти валь вальт 51 разъем не знал как снять пришлось видео запускать блин так то просто оказывается все ну когда не помнишь нифига не просто пельман приехали работает нет не знаем сейчас проверим ну и магазин он чулкунский да сейчас тут и по весне да как-то не очень идти дорожки мета грязненько обновили до внешне чуть-чуть красно-белый сделали поярче одну отделали внешне демон бар работает понедельник-четверг с 8 до 5 пятница воскресенье с 9 до 3 напитки салат бизнес ланча пробуем хорошая пельменная так какую-то мне столовую советовали хрустую прям сейчас найдем пойдете машину то вы чем андрюха мать тебя привет им передали нас не пустили деликатесы да со столовкой обидно получилось перемешкой ребята говядина что-то 80 рублей здрасте шашлыки свинина она смотрят место если 330 и за 280 получает свинина охлажденная колбаска колбаска это подорожает сало уже взяли хотя сало до дашки колбасы грудинки день за тарацине гастротур бабушка перехода то нету дойти до него вот чуть-чуть нашли короче столовую yard по-моему ее советовали я честно не помню сейчас искать не буду но она как раз где описывали в сторону выезда на восток по правой стороне это столовая валяется надеюсь не она они на столовая то должна быть открыта чудом для рабочих для кого-то обедать ходить горячие обеды что-то еще что блин тут только дорога какая-то страна вот у них желатенькие автобусы ездит там дети правда писать сбербанк нам не нужен сбербанк конечно в таком доме интересная тема здесь машина есть значит открыто на это не столовая на завтраки горячие обед пельмени ну норму заценим скорее всего ее и советовали потому что учебу поедение выпечкой запахло да сразу тепленькая в общем мы не стали ждать женщина сказала не знает сколько ждать потому что горит воды нету сейчас варить надо заново и так далее очень минут 20-30 мы вот так взяли пельмени щелкунских домашних тут состав прям указан энергетическая ценность прикольно приедем домой и сварим их да как мы только багажник сейчас и положим а он есть место это стало сказать в общем так то чистенько на морде приятненько цены небольшие но просто ждать не захотели поэтому дома попробуем или между скажем я посмотрел хлеба там составе нет или не голодный ну да после мороженки точно как-то очень не голодный поэтому не серчать если чё вот попробуем и расскажем например ничего приедем до сварим и попробуем так даже удобнее зато теперь никуда не будем заезжать точно иначе пельмени разморозится поэтому едем домой пробовать сыр есть пельмени все это кефиром запивать да как-то так вот это жены какой-то у них да я смотрю сантехника что-то еще на продается и мы тоже как-то с кем-то заезжали нет и можешь путаешь другим там который дальше есть еще такой здоровый рынок так носила детей так много тут школа где-то а школу мы там вели антут ртуар чек есть нормально ходить можно значит кто-то из местных смотрят подскажите чё там пельмени пельмен 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 чего не обанкротились или как что закрыт это пельман как пельман что они закрыты это оказались и кстати еще подскажите вот ленина 222 три двойки там сейчас что не продают или нет плане мясо стало я помню раньше там и колбасу и шпики помню мясо продавали такой дом деревянный красиво я проезжай будем покажу просто интересно чтобы знать это же частный дом но часто не частные чё там сейчас можно самозанятого на форме делать или колбасы продавать вот этот домик симпатичный замечательный старинный автозапчасти все двигаем другой дорогу думали его можно проехать а другой дороги так по сути нет думали воскресенки еще пока пажет от но сейчас все с пельмешками и воскресенка отменяется предыдущий раз выехали на трассы м5 сейчас надо нам развернуться и мчимся а еще магазина надо сходить а над екатеринбургом похоже тучи дождь либо снег хотя 6 градусов плюс и наверно дождь приехали в клондайк надо нам по быстренькому идти-то в клондайк а то пельмешки за хрюкаю скоро убегут как выбрал мягкий там суху не по чтобы он дешевле был да ела грязюка хочется чистоты по машинку родни на маму она были едем пельмени пробовать дегустация пельмени и сыр колбаса я знаю что она вкусно надеюсь изменилась колбасу чуть не хочется пробуем кефир жирный как йогурт окислятина не вкусно он густой без комочков но я сболтал но тоже сытный хотя вроде не намного да да будет больше но за черт нормальный сейчас будем сыр пробовать сало нарезал маленечко и попробуем вкусно масло на ольга на устре черный перец травы кита разрезала слегка живется тоже на лицам и кайбану саппи от корочка отрезал а вот эта часть есть не вкусная штука живет легко вот что помогла нам вот это вот нормальный и соленую меру и острая меру просто эту корочку взяла там же специи больше всего вкусная хороший сал мне тоже понравится мне нравится такой вот прямый сыр с лисичками он достаточно такой тверденький запах совсем другой не как магните все попробуем но не как магните брали сыр который был с лисичками блин то ли после сала то ли что мне кажется магнитовски вкуснее тут прям грибами давал этот просто кислит да блин там прям лисички чувствовались а здесь еще мало то видно было очень много ммм не не магнитовски был вкуснее но не магнитовски магнитик просто купили в одном из предыдущих роликов показано не сыр не зачет ммм пробуем сыр не кольский вот он мягкий прям знаете как сливочный ммм слушай а вот это приятно мягкий сыр мне не очень нравится ну хоть он полузвердый он как моздам чуть чуть кислит вон возьмите это его прикольно сматан с удовольствием на хлеб который я не ем ну я сказал что утренний как на завтрак ну вот это поинтереснее чем тут по мне так племени надо закидывать мука пшени из лучшего сорта вода питьевала укрепчатый марганец столовое яйцо куриное это у нас не менее масло плацеллое пищевая перец молотый фарш свина говяжий жир белки 10, жиры 10, углевод 24 вот так вот изготовить ООО КТР20 точно они по нормативным документам они не по ГОСТу делают отрезал бурдингу которую мы в щелкуне покупали так блин открыли только пакеты уже дома запахло как будто мы сами коптим я не знаю это ну типа что то добавляют что пахло либо реально так пахтили но запах просто только пакет открыли уже на всю кухню пахнет интересно давайте попробуем вкусно тут состава конечно нету можно было колбасы не брать на мясо это вкусно это вкусно только в рот положил уже вкусовые сосочки оживились тема пельмешки сварились набухли тесто тесто конечно у них толстенькое вот одну пельмешку разрезал посмотреть фарш чувствую что там лук лук так конечно пахнет конечно лук прям сильно так там лука дофига на вкус даже лук чувствуется тесто толстое тесто толстое вообще очень сильно толстое слушай короче фарш луком отдает в тюбике вкуснее было да в тюбике вкуснее было ну твой вкуснее но я вот например перцы тут вообще никого не чувствую так-то кусок здравый мясо на вкус какой-то пресный в общем не знаю может на вкус и цвет конечно товарища нет но придется идти с хреновиной но потом спросим у отца еще мнение мне короче как-то эти пельмешки не очень зашли пришел я домой всем спасибо огромное кто смотрел желаю крепкого здоровья семейного счастья и всего самого наилучшего солнышко еще охота поскорее бы солнышко и тепло можно даже жару тоже пойдет сейчас и